Юлия, вы занимались подготовкой деловой программы в этом году. Как в целом вообще перед выставкой вы решаете, какие направления деловой программы будут освещаться конкретно на отдельно взятом мероприятии? Уже третий год я занимаюсь подготовкой деловой программы выставки. И начинаем мы всегда с того, что проводим действительно качественные исследования среди наших ключевых посетителей. Наша программа делается для представителей регионального и федерального ритейла. Чтобы им было интересно, мы должны найти самые актуальные тематики, какие-то их боли узнать. Для этого лично я обзваниваю наших посетителей, которые бывают у нас на выставке, и спрашиваю из ритейла, естественно, что бы им было интересно услышать, кого бы они хотели увидеть на сцене, чей опыт узнать. И на основе этого уже формируется костяк деловой программы. Дальше мы уже наполняем его спикерами, конференциями, различными сессиями. В этом году какие тренды вы могли бы отметить? Что перед выставкой у вас запросили зрители? И насколько это удалось реализовать? Насколько отклик у потенциальных спикеров? Имеется ли у них интерес к этому? Знаете, за этот год мы уже всем немножко надоело выходить с темами про то, как мы пережили ковид, и какие итоги, и какие мы сделали выводы. Это мы обсуждали в прошлом году. И в этом году всем хотелось поговорить больше о будущем, поговорить о тех инновациях, о стратегиях, которые дальше планируют развивать розничные сети в регионах и федеральные. Самая горячая тема, конечно, вот, кого не спроси, всем интересно про органик и про ЗОЖ, и еду будущего. Ну, в частности, и футтех опять. Международный опыт всегда интересен. И именно это мы постарали, аналитика, да, цифры, факты, это всегда. То есть у нас ведущие аналитики выступают, Нильсен, Инфолайн, Евромонитер, всегда дают цифры по рынку о том, как ведет себя покупатель, что изменилось его поведение, что ему сейчас нужно. И именно все это мы постарались отразить в этих четырех днях зеловой программы. И наши аншлаги, которые, по крайней мере, все первые три дня выставки, ну и, как я сейчас смотрю, сейчас полный зал, четвертый день уже последний, говорят о том, что мы все сделали правильно. А в целом, если говорить о том, вот, как выставка в этом году проходит, как вы ее оцениваете, например, если сравнивать с прошлым годом? Нам каждый день приходят цифры с наших турникетов, где проходят посетители. И с радостью хочу отметить, что у нас прирост посетителей плюс 28%, вот вчера был, например, ну и в целом вот среднее число, плюс 30% за все дни по сравнению с прошлым годом. Это, конечно, большой успех, и выставка вообще проходит на очень большом таком эмоциональном подъеме в этом году. Я вижу, что и посетители, и участников очень счастливые лица, и даже от спикеров я это вижу, насколько все стали искренне, более искренне общаться, открыто, откровенно. Все меньше каких-то дежурных фраз, и все больше юмора, инсайтов, вдохновения у всех, глаза горят. Вот эти приятные очень, видите, объятия, встреч после долгих перерывов. Соскучились все. Очень соскучились по оффлайну. Слава богу, выставка это то место, которое, ну, выставка она сама по себе, это оффлайн. С высоты вот этого опыта, который вы проводите, какие бы, возможно, советы вы могли бы позволить себе дать потенциальным участникам, которые, может быть, подумали, что вот они доросли до такой выставки, приехать сюда, заявить о себе. Чтобы вот реально был какой-то выхлоп, как себя нужно вести, чтобы не просто приехал, построил стенд и постоял, поставил себе галочку, что-то потратил бюджет и, собственно, вот все, занесся в послужен список. А чтобы это как-то реально сработало. Вот по вашим наблюдениям, что нужно делать участникам выставки? Вот как раз по моему наблюдению, наш отдел деловых программ для этого и существует, чтобы наши, как ни странно, экспоненты были счастливы, потому что деловую программу мы делаем, полностью затачиваясь на их клиентов ключевых. Мы привлекаем на выставку весь ритейл, то есть закупщики, коммерческие департаменты, абсолютно всех ручечных сетей, федеральных ведущих и региональных со всех регионов приезжают к нам. У нас прошли и переговоры в этом году с региональными ручечными сетями, союз независимости организовывал. То есть у нас есть все возможности. Вы видите, у нас открытые конференц-залы, есть доступ ко всем спикерам, вы можете подойти, познакомиться. Просто не надо жить в своем мире, иногда подходит, а кто это? Ну, надо следить за деловой программой, использовать все ее возможности. Можно стать даже партнером деловой программы и создать даже какую-то свою собственную сессию с направленностью интересной вам. Было бы желание, да, мы все делаем, у нас вот все ключевые лица и ключевые компании, они на площадке. Я понимаю, что, наверное, хочется прежде выдохнуть и закрыть уже выставку этого года, а чем думать, наверное, про будущее. Но, тем не менее, какие-то планы на 22-й год уже строятся. Как бы, может быть, хотелось изменить, чтобы добавить? Как эту работу планируете проводить? Ну, опять же, я начну с исследования нашей аудитории. Мы выясним, что понравилось, что не понравилось, что бы хотели увидеть, услышать. Немножко чуть позже, наверное, когда что-то уже произойдет по результатам, мы поймем, что будет в следующем году. Но уже точно я знаю, что я не поменяю своих ключевых партнеров, которых очень ценю. Это Retain.ru, конечно, и лично Наташа Шмарова. Спасибо. Я хотела, на самом деле, отметить все сессии, которые проходят с аншлагами, и наши замечательные спикеры. Но этого мало, когда ты привел спикера на площадку, представителя крупнейшей ручной сети, неважно, любого эксперта. Они очень интересные все люди, у них огромная масса знаний в голове, и они готовы делиться. Им не нужен пиар, они приходят, чтобы поделиться опытом. Но здесь важно иметь очень профессионального модератора на сцене, который вытянет правильную информацию, которая задаст нужные вопросы. И вот здесь мое почтение, восхищение. У нас есть Кирилл Терещенко, генеральный директор Коттани. У нас есть Наталья Марова, руководитель ТРУ. У нас есть Елена Воронцова, руководитель злошного направления сети «Перекресток». Это гениальные модераторы, кроме того, что они профессионалы своей отрасли. И настолько были живые дискуссии. И вот это мы точно повторим. А если кто-то, скажем, из наших зрителей решит, что он готов бы, допустим, с чем-то выступить в деловой программе, куда стучаться, как обращаться, насколько вы заинтересованы в том, чтобы не выискали людей под ваши исследования, а кто-то сам приходил и говорил «Я хочу». Мне интересно все. Рассматриваю я все предложения. Мои контакты есть на сайте, в разделе «Связаться с нами». По выставке. Пожалуйста, пишите. Я все рассмотрю. Если что-то интересно, инновации, тренды, вот именно на основе таких запросов у нас сегодня проходит бич-сессия стартапов. Это многие компании еще совсем неизвестные. Но большой запрос со стороны инвесторов, со стороны ручных сетей, которые тоже в частности являются инвесторами, ищут сейчас стартапы. Все смотрю, все предложения. Самое интересное попадает, конечно, проходит большой конкурс, но самое интересное попадает в нашу деловую программу. Ну, мы желаем, чтобы предложений интересных было больше, чтобы они попадали, и чтобы, как говорится, с меньшими усилиями готовилось крутое дело. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...